Всем привет, друзья! Сегодня у нас второй ролик, посвященный Аэропрессу. Сегодня мы с вами будем изучать такой, как я бы сказал, ленивый рецепт для вот этой машинки, который подразумевает под собой простой подход, когда вам не нужно ничего сверхглобального, сверхспецифичного, чтобы приготовить очень вкусно. Здесь я сегодня буду использовать такой подход, когда мы будем там какое-то время настаивать кофе. То есть это будет не быстрый рецепт, где у нас все заваривание в 10 секунд, и поршень мы выдавливаем тоже за 10 секунд, как это в классических методиках чаще всего используется. Мы будем его использовать как условную воронку с клапаном, мы зальем туда кофе, хорошенько оно у нас там настоится, и мы его, соответственно, через поршень выдавим и получим такой вот классный, прекрасный напиток. Этот рецепт подойдет для большинства разноплановых зерен, поэтому не стесняйтесь экспериментировать. Кроме того, в этом рецепте не такой большой расход, как вам может показаться в стандартных рецептах для аэропресса. Соответственно, что нам для этого сегодня с вами понадобится? Первое, зерна. Я буду использовать вот такие анаэробные зерна. Вы можете использовать абсолютно любые зерна, которые имеют обжарку под фильтр и желательно свежие, чтобы у вас как бы получилось вкусно. Следующий момент. Мы будем использовать с вами весы для того, чтобы контролировать количество воды, которым мы в эту штуку заливаем. Весы, как вы видите, самые вот все простые, как это называется, для ювелирной всякой истории, дешевые простые весы, ничего сверхъестественного. Далее, чайник. Как я уже говорил, аэропресс такая штука, которая позволит вам даже без сверхчайника готовить супер-супер круто. Поэтому я сегодня беру вот такой вот простейший чайник. Он у меня с гусиной шеей, но просто у меня дома нет ничего другого маленького размера. Сюда у меня будет залита вода, примерно где-то 90-92 градуса. И вот такой температурой воды мы будем заваривать. Вы можете просто прямо в него сразу лить из своего обычного чайника, когда вы вскипятили воду, он у вас чуть постоял, температура воды чуть-чуть опустилась, и вы уже приступаете к приготовлению. То есть здесь никаких сверх-сверх каких-то вот вещей нет. Далее, сам аэропресс в сборе. Холдер, который прикрепляется сюда. У меня уже туда положен фильтр. Я использую два фильтра. Мне так больше нравится по вкусу. Напиток чуть чище, он чуть лучше отфильтровывается. Но в целом мне так просто больше нравится. Я кладу сюда два фильтра, они у меня же заранее смочены водой. Немножко это все даже капает, но ничего страшного. Теперь сервер, в который мы будем все это дело выдавливать. В целом, в домашних условиях это может быть обычная чашка. Обычная какая-то простейшая чашка. Я здесь использую сервер, чтобы просто наглядно было видно, что происходит у нас в процессе продавливания поршня. Также в сервере удобно перемешать это все без использования всяких там дополнительных приборов. Но это, как я уже говорил, может быть самый простейший какой-то. Я часто дома вообще использую, знаете, такие стаканчики из переработанного кофейной. Вот этой вот шелухи, хуски, кажется, называется. Я прям вот в этот хуски выдавливаю аэропресс и прям супер круто. Теперь кофемолка. Мы как отправную точку будем, как обычно, использовать команданты, потому что, ну потому что хоть как-то можно стандартизировать рецепт. Использовать мы команданты будем на 22 кликсах. То есть здесь мы будем использовать помол, который чуть меньше помола, который стандартный, идет для V60, Hario и так далее. То есть чуть-чуть поменьше. В рамках этого рецепта не будет никакой сверхъестественной точности, для того, чтобы вы могли самостоятельно его варьировать. Поэтому мы берем 22, на мой вкус, я так подобрал для большинства моих зерен, это подходит, но у вас этот помол может быть и 23, 24 или там 21. Ну то есть в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Эти цифры я называю без Red Clicks. Если у вас Red Clicks, значит вы умножаете это все дело на 2. Теперь следующее. Таймер. Для того, чтобы понимать процесс приготовления, просто за ним следить. Вот у меня вот такой простейший, какой-то бытовой. Это может быть таймер на вашем телефоне, это может быть таймер какой-то профессиональный, вообще никакой разницы нету. Таймер на весах, без разницы. Следующий момент. Венчик. Мы используем вот такой специальный венчик для джазового, но он очень удобен в работе с аэропрессом. Видите? Оп. То есть можно очень круто все перемешать и большое количество места, чтобы держать его. Это может быть простая ложка в вашем случае, это может быть какая-то вмешалка, которая с самим аэропрессом идет. И, соответственно, чтобы все это пить, мы будем использовать сенсорные чашки наши, которые у нас не так давно вышли. Эти чашечки называются Lava коллекция. У нас про них есть отдельное видео на канале, у меня есть. Эти чашки по форме, по материалу, по структуре сделаны так, чтобы максимально раскрывать всю ароматику вашего напитка, если вы увлекаетесь вот альтернативой в целом. То есть это маленькие чашки, как вы видите, на 190-200 миллилитров. Каждая это ручная работа. Ну, в общем, очень крутая штука. Я буду из сервера наливать кофе сюда и тестировать, соответственно, то, что получилось у них. Теперь, что касается самого аэропресса. Я буду делать все это в AeroPress Go. Тот рецепт, который я сейчас говорю для него, будет также пофиксирован для стандартного аэропресса и написан в комментариях. Поэтому не стесняйтесь прочитать первый закрепленный комментарий. Аэропресс Go и аэропресс стандартно отличаются на 20% по объему, поэтому любой рецепт, который вы, кроме моего, где-то видите в интернете, вы всегда можете уменьшить всю дозировку на 20% и получить рецепт для AeroPress Go. Если вы видите где-то классный рецепт для AeroPress Go, увеличиваете его на 20%, получаете, условно говоря, рецепт для стандартного аэропресса. Поэтому давайте, друзья, приступим. Первое, что нам нужно сделать, отмерить наши с вами зерна. Я эту сейчас проскрулю на ускоренном режиме этот момент. Мы отмерим сюда, в нашего команданта, прямо сразу 15 грамм кофе. Вам нужно поставить здесь 22 кликса, насыпать сюда 15 грамм кофе на весах и все это дело перемолоть. Сейчас все это я сделаю и вернемся к следующему шагу. Итак, друзья, мы с вами перемололи наш кофе. Вот у нас наши с вами 15 грамм. Мы это дело с вами снимаем. Кофемолочку нашу убираем. И первое, что нам нужно сделать с вами, это подготовить наш аэропресс. Мы будем готовить с вами обратным методом, то есть когда сопло, где у нас крепится вот эта байонетная штука, находится наверху. Поэтому, пожалуйста, сразу хочу всех предупредить, кто с аэропрессом еще никогда не работал, соберите его так хорошенько. Не надо вот эту резинку вставлять здесь, чтобы она кончиком еле-еле держалась. Потому что может так получиться, когда вы будете его переворачивать. Вот тут может штука вот так разойтись. Там горячая вода, вы обожжите руки, и ничего хорошего не будет. Поэтому первое, что вам нужно сделать, собрать хорошо аэропресс. Вот где-то таким образом. У меня так хорошенько собран. Видите, так равномерно по всей, как бы его ширине, то есть без перекоса этой резинки внутри. Следующее, что вам нужно сделать, насыпать туда кофе. Все очень просто. У команданта прикольно все продумано. Банки, видите, как готово. Теперь следующее. Здесь не нужно глобально что-то распределять чайником с гусиной шеей, все это аккуратно туда наливать. Как я уже сказал, эта концепция не сильно, ну, как бы вы не сильно должны заморачиваться по точности рецепта. Первое, что мы с вами сделаем, это, соответственно, засыпали сюда кофе и зальем сюда в течение 10-20 секунд 50 миллилитров воды. И дадим этой субстанции немножечко подсвести. 30 секунд, например. Это может быть и 35 секунд, и 40 секунд. То есть здесь очень все вариативно. Я сейчас в режиме реального времени буду делать, посмотрю, сколько у меня все это дело выйдет. Точно. Следующее. Мы зальем сюда оставшиеся 150 миллилитров воды. То есть общее соотношение рецепта у нас 15 грамм кофе на 200 миллилитров воды. Мы зальем сюда оставшиеся 150 миллилитров и в течение 10-15-20, как хотите, секунд перемешаем все это дело венчиком. Далее закроем все это и дадим этому настояться ровно 2 минуты. После того, как 2 минуты все это дело у нас заварится, мы это перевернем и в течение 10-15, может быть, 20 секунд выдавим все это в наш сервер. То есть мы здесь получим очень насыщенную, очень крутую чашку кофе, которая очень близка к хорошей воронке, но при этом имеет такое более округлое, классное тело, то, что и выделяет как раз Аэропресс среди всей этой истории альтернативной. Самое главное, не стесняйтесь экспериментировать, как я уже сказал, потому что вы можете использовать здесь помол поменьше, побольше, вы можете использовать не 15 грамм, а 16, 17 или 14, и все это будет чуть-чуть перекашивать профиль вашей чашки в более легкие какие-то тона, в более тяжелые. Не стесняйтесь экспериментировать, пробуйте этот рецепт в разных вариантах. Давайте приступаем. Берем наши с вами весы. Я тут резкости побольше сделал, я надеюсь, что вы все это дело видите. Первое, как мы уже сказали, что нам нужно сделать, залить 50 миллилитров воды сюда в течение 10-20 примерно секунд. Мы берем с вами наш таймер, включаем его и быстренько заливаем 50 миллилитров. Четко 50 миллилитров. В течение 10 секунд я туда залил и жду 30 секунд цветения всей этой истории. Соответственно, когда на нашем с вами таймере будет 40 секунд, я приступлю к заливке туда основной массы воды, 150 миллилитров дополнительно. У меня сейчас 30 секунд на таймере и, соответственно, я готов к действию. То есть, ну, тут все довольно гибко. 40 секунд. Прекрасно. И заливаем в наш аэропресс воды до 200 миллилитров общего веса. Все очень просто, все очень, как бы, примитивно, я бы даже сказал. Вот. Мы налили. У нас ровно минута. Вот так на минуте в целом у вас все должно и закончиться. Минута. И мы делаем перемешивание. Я буду мешать секунд 10. Прекрасно. У нас минута 15. И, соответственно, мы ждем 2 минуты, как я уже говорил, пока вся эта история у нас заварится. У нас была минута 15, значит, плюс 2 минуты, 3, 15. Мы должны все это перевернуть и, соответственно, выдавить наш сервер. То есть, как вы видите, все очень просто, все очень, как бы, гибко. И никаких проблем здесь с приготовлением такой чашки у вас еще быть не может. Так, убираю то, что у нас под рукой. Закрываю нашу байонетную историю. Все. То есть, вот видите, в чем фишка Аэропресса. Он вот настолько прост, он настолько гибок, что реально можно подстраивать рецепты, какие только вот вам в голову придут. Ну, реально. Мы сказали, сколько у нас. 3,15 должно быть, чтобы мы все это сделали. В сервер, как я уже сказал, буду выдавливать примерно, ну, наверное, 10, 15, 20 секунд. Ну, там, как получится. Здесь глобально нету какой-то сверхточности. У нас сейчас 2 минуты 17 секунд. То есть, в чем здесь фишка? Во-первых, как вы видите, здесь нет какого-то глобального контроля. Это можно, вот если не говорить вам сейчас, не рассказывать, с закрытыми глазами сделать, условно говоря, да. Кроме того, большая вариативность. И как раз вот то, что вы любите в воронках с клапаном. Залил, как бы забыл. И все, у тебя в целом все готово. Экспериментируйте, можете держать дольше, настаивать. Можете, как я уже говорил, разные помолы и так далее, там подобное. То есть, здесь очень все круто, гибко. Так, сейчас, видите ли вы сервер, не видите. Я надеюсь, что видите. У нас 2 минуты 55 секунд. То есть, мы с вами сказали, что в 3,15 мы будем все это дело переворачивать. 3 минуты, 3 минуты, 5 секунд. Потихонечку берем аккуратно, чтобы все это дело у нас с вами не раскрылось. Это очень важный момент. Вот так одеваем сервер, переворачиваем. 3,15 у нас на таймере. И мы потихонечку все это дело выдавливаем наш с вами сервер. На таймере у меня 3,30 и я все выдавил. До первого, видите, вот этого такого шипения. Чуть-чуть назад клапан подтягивайте, чтобы сильно не капало, когда будете все убирать. Все. То есть, все, как мы говорили, так у нас с вами и произошло. Если у вас будет поудобнее чашка, которая по размеру вот этого у AeroPressа сопла. Тут он в сервер, кстати, не очень хорошо помещается, поэтому чуть-чуть это грязновато выходит. Но вы все это в чашке сделаете еще быстрее, еще чище и лучше. После того, как мы все это дело выдавили, я бы дал этому всему, наверное, полторы минутки настояться. Хорошенько это в сервере все перемешиваем. Ну, полторы минутки вместе перемешиваем. Мы заливали водой примерно, наверное, даже градусов 90, я думаю. Пока сейчас все тут делаем. У нас как раз градусов 80, наверное, вся эта история. То есть, прям оно сейчас, буквально через минутку, уже абсолютно пригодно для употребления. Вот. Берем нашу прекрасную сенсорную чашку. Это, кстати, белая модель. Есть такая белая, черненькая, с вот этой вот растяжкой, синий-голубой. И модель Lava. Ну, вы видели в другом ролике ее. Собственно, я рекомендую эти чашки использовать примерно по 100 мл. То есть, 100 мл сюда налили и потихонечку пьете. Потом из сервера опять добавили и пьете. Чашки также отлично подойдут для разных экспертов и любителей зеленого чая. Это тоже штука очень важная, потому что они, вот видите, такие, как бы, пиалоподобные. И ароматику раскрывают очень хорошо и так, и так. У нас минута 15. Как я уже сказал, полторы минутки это все. Ну, можно разливать. Это все дело. Пробовать. Круто. Анаэробка прям сразу такую винную ноту на первый план дает. Вот очень круто, очень так прям терпко по запаху. В общем, что я хочу сказать. Экспериментируйте с аэропрессом. Потому что эта штука действительно недооцененная. Как видите, вот, кстати, да, насколько это относительно чисто. Вот я капнул чуть-чуть, пока я вот в сервер все это переворачивал, потому что сервер тупо по соплу не подходит. Но обратите внимание. То есть, насколько это все чисто. Даже делая там, где все, как бы, нет никакой раковины, да, здесь у меня в студии, все все равно прекрасно, чисто. То есть, вот такая штука, взять дорогу, как-то так вот поэкспериментировать, чтобы много места не занимало и не пачкало ваше рабочее пространство. Очень крутая штука. Да, топ. Топ. И я бы, наверное, даже сделал чуть-чуть, может быть, покрупнее помол здесь в данном случае. Потому что вот это прям такое, вот, аэропресс-аэропресс, такой терпкий и тельный. Может быть, кому-то может показаться тяжеловато, потому что привыкли к V60, такой совсем легкой. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр. Используйте рецепт, модифицируйте его, экспериментируйте с аэропрессом, потому что штука действительно интересная, получается в нем очень вкусно, классно. Я рад, что вы досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в мой магазин Авито, там вы можете купить всякие разные штуки для альтернативного заваривания, для кофе в джезве. Много-много всего полезного, интересного, классного. Также вы там можете купить кофемолку команданта, джезве, сой и тому-тому подобное. Также подписывайтесь на меня в Инстаграм, ссылочка есть в описании. И обязательно вступайте в мой чат в Телеграм. Там все самое новое, самое интересное, связанное с моей кофейной деятельностью, так или иначе. Поэтому всем спасибо, друзья. До скорых встреч. Пока-пока.